У нас сегодня помимо космической темы также присутствуют космические гости, которые нам поподробнее расскажут о том, что же будет происходить 13 и 14 апреля в нашем дорогом городе. Поговорим непосредственно про фестиваль современного искусства «Капсула». Привет, пацаны! Привет, мужчины! Позвольте, я вас представлю. Урал, Азамат, Виктор, я так понимаю, правильно понимаю, вы творческие люди, художники у нас в гостях, и вы участники и кураторы этого фестиваля. Прежде чем мы перейдем к основной теме, да, про фестиваль, у меня только один вопрос. Непосредственно к одному из ваших кураторов, находящихся здесь. Почему 1, 2, 3, 4, Азамат? Азамат 1, 2, 3, 4 — это псевдоним. Да, да, все верно. В общем, если кратко, то в это время начинаются приключения. Время приключений. Да, да, да. В общем, если кто-то хочет узнать более подробнее, то напишите мне, я вам расскажу. Все. Понял, мы с вами можно будет отдельно потом связаться, значит, в 19.34. Приходите на выставку, друзья, вот. Приходите на выставку, сам можно будет. Познакомиться, да, познакомиться, пройтись по выставке. И сейчас расскажите, пожалуйста, поподробнее, где будет происходить, что за выставка, на что она направлена, какие цели преследует эта выставка и как называть, еще раз можно обсветить тоже. Отвечает Урал. Отвечает Урал. Урал. Всем привет. 13-14 апреля у нас будет выставка в коворкинге «Люди». Это «Генерала Горбатого 2». Будет весь день с 12 до 21.00. Всех ждем. Будем всех рады видеть. Что там по программе? По программе? Да, что по программе, Виктор, давайте. В целом, большая коллаборация среди художников, так скажем, объединение друзей и единомышленников собрали большой пул работ, начиная от графики, заканчивая живописью и даже, как сказать, визуальным артом. То есть у нас будет такой перформанс, когда человек в ярочках будет рисовать граффити на вагоне метро и все будет транслироваться на огромный экран. То есть это некое взаимодействие, погружение в культуру зрителя. То есть это же очень закрытый такой клуб, когда рисуешь на метро и прочих таких очень сильно запрещенных местах. Соответственно, мы хотим погрузить прямо в недры этого всего и предоставим возможность зрителю окунуться и, ну, как сказать, заглянуть, так скажем, в закулисье граффити. Вот. Вау. Вот, такое будет. Потом у нас будет пул 20 диджеев в течение двух дней будут играть. Помимо этого у нас будет джаз-сессия, так скажем, молодой джаз-коллектив. Отыграет 2-3 сета каждый день. Ну, в целом, хотим просто сами кайфануть и чтобы зритель отдохнул не только глазами, но и душой и телом, так скажем. Да, посмотрел всю эту культуру внутри, узнал про ваш внутренний андергайд. Да, да, да. Про VR-очки. Очень классно, что вы тоже идете много со временем, да, и превозносите какие-то новые технологии в свою работу. То есть, я правильно понимаю, еще раз, VR-очки, это будет видеть художник, то, что происходит на лавоне. Да, да, он будет находиться в VR-очках. А на экран будет транслироваться то, что он видит. Да, да, да. То есть, я правильно понимаю, вот так даже можно делать какие-то наброски, да, то есть, как сказать, когда переводку мы делаем, называется. Напомню, мы ставим, да, проектор. Да, проектор, можно, грубо говоря, как место проектора использовать даже. Ну, я бы не сказал, что место проектора, но это немножко другое, наверное, да. Ну, некий перформанс свой. Все, понял. Короче, приходите, увидите. Да, дорогие друзья, то есть, тут очень много, много вытекающих вопросов, но самое главное, туда можно просто прийти за эмоциями, за атмосферой, это точно того стоит. И вот я уже не один раз говорил о том, что мы кураторы, это проект, а что значит быть кураторным проектом. Сейчас расскажешь нам Урал, потому что он придумал, что мы кураторы проекта. Урал, да, давайте, отчитывайтесь. Ну, мы каждый год собираем, отбираем художников, это, конечно, в основном друзья. В том году у нас было порядка 16 художников, в этом году 20 художников. Все из Уфы, из Башкирии. Вот, мы делаем там такой небольшой интертеймент, у нас будут пластилиновый джем, ну, то есть, это взаимодействие тоже со зрителем. Зритель может прийти, сам полепить из пластилина вместе с нашей художницей Альби. Будет коллажный мастер-класс, ну, такой некий воркшоп тоже. Зритель сможет поконтактировать, создать что-то сам, попробовать себя в этом. И, ну, тоже это вот все делится на блоки, на дни, программа насыщенная. Ну, в целом будет интересно. То есть, мы предлагаем зрителю не только визуально смотреть, но и руками поучаствовать, окунуться, так скажем, в творчество, если вы никогда не занимались чем-то подобным. И, в целом, мы предлагаем зрителю взглянуть на пластилин, казалось бы, да, вообще с другой стороны. Ну, то, что там делает наш резидент, так скажем уже, ну, такое я никогда не встречал, что она делает и вытворяет из пластилина, не побоюсь этого слова. А это все наши художники, да, 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 из Уфы. Коренная Уфимка. Ну, не коренная, но Уфимка. Подробности не будет, но все, а все из Уфы, локальные художники, локальные искусствоведы, дорогие друзья, будут присутствовать на этой вечеринке. Самое главное, я все-таки думаю, что это вот скалька-воркинг, нетворкинг, это все знакомство, это все можно прийти, разгрузить голову, потрогать, попробовать своими руками, сделать что-то, с собой забрать. А, соответственно, то, что мы решили, что касаемо пластилина, грубо говоря. А порисовать можно? Рисовать можно будет. Или будем только наблюдать, как это происходит и смотреть на ваши готовые уже прекрасные работы. Ну, да, больше так. Готовые, но самое главное, вы говорили, еще раз я напомню, это, наверное, для молодого поколения тоже важно, у диджей, да? Да, да, да. Это будет, наверное, и именитый, так и молодое поколение, подрастающие. И хедлайнеры. Хедлайнеры. А вы них поподробнее можете? Или пока это секрет? Ну, Ренат Габа, наверное, у нас будет самый... Вау, это супер. У нас большой друг. Кстати, привет его. Не записываться не нужно, можно просто прийти по факту, правильно? Да, да, да. Ну, там лайнап расписан, каждый по времени у нас нашу соцсет. С утра до вечера, грубо говоря, два дня подряд программа одна и та же, правильно? Ну, если мы говорим про... Все раздельно, как бы, но ознакомиться можно, да. Если мы говорим про саму экспозицию, про работу, то она будет работать в оба дня одна и та же. А диджей, естественно, меняются. Что еще? У нас словно в первый день открытия, во второй день закрытия. Да, вот так вот. Все, понял. По времени, временной цензии одинаковые все время. Да, да, да. С начало все отлично. С 12 до 9 вечера. И хочется добавить то, что... Вот в том году, ну, это был наш первый проект, и в нас, как бы, сразу поверила наша главная галерея города, Мираз. Вот они в нас поверили, они нас запустили. Это, ну, одна из самых центровых галерей, и, как бы, у нас путь начался оттуда. С легендарного места. С очень легендарного места, как бы. Абсолютно. Туда у нас пришло 2-300 человек. В этом году надеемся на чуть больше, там, 3-4 тысячи. И у нас сейчас квадратура порядка 2-2,5 тысяч квадратов, где мы все заполнили современным искусством. То есть начинали мы с 300 квадратов, сейчас 2,5 тысячи. Ну, вот так, пробуем себя в новых этих... Создаем для себя некие челленджи, да, и не ищем легких путей. И на этот, ну, как этап была задача, что превратить в не галерейное, вообще не приспособленное под выставку помещение, сделать из него на два дня галерею. И, собственно говоря, спасибо площадке, что в нас поверили. Они были на нашей выставке, тоже очень сильно выражали нам благодарность за то, что мы это делаем. И с удовольствием впустили нас и делаем такую большую коллаборацию, так скажем. Вот, а вели с вами и дали вам зеленый свет на ваше творчество, это безумно круто. И у меня такой вопрос, это же много сил нужно приложить, чтобы такую квадратуру обуздать. А с какой у вас штат команды работает? Вот сколько у вас человек? Или вот вы втроем занимаете подрядчиков? Ну, основа, основа здесь. Ну, нам на самом деле помогают те же самые участники. Да, нам много кто помогает. Вот, а вообще идея была такая, чтобы, так скажем, уфимских художников объединить в одной комьюнити. И, так скажем, чтобы все могли коммуницировать друг с другом. И так же вот они нам помогают. То есть мы все... Мы золотые слова. Золотые слова. Да, понимаешь, это вопрос... Ну, не так же. Ну, а я не делаю. Дорогие друзья, они помогают вам, получается, каждый, возможно, обустраивает свое место от себя. Ну, на самом деле, все это коалиция, это все там, каждый друг другу нравится помочь. Мы позвали Городика Гарифулина, я думаю, его многие знают в этом городе. И мы начали собирать композицию. Вот. И мы сначала собрали композицию, и уже неделю вот делаем развеску. Вот у нас чуть больше недели идет развеска. Ну, под кураторством, так скажем, метро, не побоюсь в слово, да, наверное? Очень заслуженный художник, ну, член Союза художников РФ, РБ. РФ, да. Рестреблялся в Третьяковке и прочее. И нам честь, что он составил нам компанию. Хоть и он довольно-таки взрослый, но по вайбу очень такое, это... С нами на одной волне, так скажем. Да, и мы как бы нашли друг друга, и вот под его руководством мы прислушиваемся с советами, опытных мастеров, и делаем что-то совместное сейчас. Как-то так. Ребят, вы делаете большое дело на самом деле, и рассказываете так интересно, ярко все, и так речь у вас хорошо поставлена. Я... Видно, что вы любите то, чем занимаетесь, и все-таки, наверное, было бы неправильно не узнать, как вы к этому пришли, к творчеству, если у вас какое образование, или что у вас сейчас подвигло к этому чувству прекрасного. Да, давайте у вас с вас начнем. Ну, ребят, наверное, отдельно про себя расскажут. Я вот расскажу про проект. Мы вот сидели у нас в кофейне, в Юнионе, и вот у нас, ну, как бы такая идея родилась. Мы вот сидели втроем, давайте делать дела, вот, и начали, вот, вторая, вторая волна у нас в этом году. Да, мы просто думали, что нам нужно сделать, чтобы, ну, получилась выставка. Наверное, собрать чат. И собрались в чат, там, там, собрали по идейкам, и хоп, что-то получилось. Все поддержали идею, да? Да, 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 мы были удивлены, что нас зритель поддержал, мы не ожидали вообще такого. Количество людей, и в целом, то, что все так отозвалось, очень большой был фидбэк, и мы сами с такими глазами сидели, смотрели, и излучали лучи добра, наверное, да? Ну, еще хочется добавить одна из основных задач, которая была выполнена благодаря этой выставке. Я начал находить новых художников, которые вдохновились и начали рисовать. Ну, кстати, да. Вот в этом плане, ну, у нас, как бы, кофейня галерея-тере, мы делаем, там, каждые две недели выставки. Вот, и после, как раз-таки, того года, ну, я начал замечать то, что много людей начали рисовать, вдохновились, вот, реально вдохновились. Как бы, есть много социальных сетей, где можно этим вдохновляться, но вживую, как бы... Ну, другие молодцы. Ну, на самом деле, мы сами вдохновились от первой выставки, вот, так как получили хороший фидбэк, и вот, так скажем, на этой волне, и вот, делаем дальше. Расскажи, куда ты собрался поступать на следующий год? Ты интересный. Художку? А вы, ребят, запачивай художку. Давай, ну, Азамат, расскажи. У меня есть только за плечами колледж, и в основном это практика на улицах, то есть все началось с этого, и, так скажем, все это переросло уже в что-то более серьезное, обдуманное, и, в общем... Как-то так, и вот мои работы, которые... Чем я занимался на улице, я это все, так скажем, перенес на холсты, и вы это как раз-таки можете увидеть на нашей выставке. 13-14 апреля. Да, 13-14 апреля, дорогие друзья, просто почему хочется познакомиться поближе, потому что помимо же этой выставки вы все равно эту жизнь свою связываетесь с этой творчеством, с коммуникацией, да. То есть вы рисуете, рисуете большие объекты, не только картины частные, да, заказы, вы рисуете на продажу, то есть... Чем еще занимаетесь в свободное время, как, возможно, это ваш досуг, хобби, ваше расслабление, да? На самом деле это просто хобби переросло в работу и в целом в жизни, то есть мы, наверное, не ассоциируемся, а без творчества в целом. Если даже наш друг Урал решил рисовать, то значит мы двигаемся в правильном направлении, вот. Скажите, пожалуйста, как каждого человека можно учить рисовать или это должна быть доля таланта какая-то с рождения? Это мы узнаем, когда Урал закончит художку, и мы поймем. Урал будет личный пример, да. Не, ну я уже рисую. Получается? Все, замечательно. Чуть-чуть рисую, да. Я вот тогда еще полезно снесем нашим дорогим зрителям, как вот развить себе чувство прекрасного, вот сходить на выставку, во-первых, да, проникнуться в вся эта мосфера вообще в жизни, как-то себя вдохновлять. Насмотренность нужно, да. Насмотренность, общение, комьюнити. Да и практика, опять же, то есть нужно больше заниматься своим делом, и тогда и будет рост, конечно. Любить это дело, верить в него. Ну, в целом, наше мероприятие, вот просто мы думаем, почему в Уфе такого что-то в нашем городе, где мы большую часть времени проводим, такого, что мы хотим, не происходит. И мы такие подумали, почему бы нам самим не сделать. А в других регионах что-то подобное есть. Ну, в целом. Ну, отслеживайте, наверное, какие-то площадки, которые есть. Просто, да, смотрим, что в Уфе есть, но они более какие-то классические. Возможно, вы только принесли это в лето, вы первые открыватели, грубо говоря, таких масштабов. Ну, не первые, у нас было, да. То есть, желания у меня есть. Но последние три года, как таково, три-четыре года ничего не происходит. Можно сказать, наверное, новый формат выставки. Ну, да, да, ну, по-крайней мере, точно. По-новому вот открылась выставка. На два дня никто не делает выставку. Ну, да, 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 вот две недели, а то и на месяц, на два, на три. Как фестивальчик, надо сразу собрать народ. И открыли-закрыли. У вас очень много центров притяжения, я так скажу. Это очень круто, что и музыкальная составляющая, художественная составляющая, вся эта программа, она заставляет прийти и хочется там находиться. И вот вы описали о том, что вы очень большими шагами прошли, что совсем скоро так можно и сделать ограниченный вход, грубо говоря, что у вас почти каждый раз солд-аут. Ну, в целом, как, до солд-аута, наверное, еще далеко, потому что олимпийский, как говорится, еще пока не забукирован. Третьяковка еще не забукирована. Третьяковка еще не забукирована. Ну, ребят, я вас безумно сердечно благодарю за то, что пришли к нам на эфир. И, честное слово, сам чувствую, что времени не хватает для того, чтобы все это обсудить. Но 12-го, да, еще раз числа... 13-й, да, 13-й, 14-й апреля, Дорогие друзья. Генерала Горбатова-2, ждем всех с Распространством. Ждите обязательно, ребята, все там будут, Урал, Азамат. Виктор, спасибо вам большое за эту информацию, очень весело, легко, играючи обо всем об этом рассказали. Настоящие творческие люди, дорогие друзья. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова